В первую очередь расскажем про нативную разработку WS-Avrora. А потом будет уже более общая часть. Итак, я Бегичев Андрей, инженер-разработчик отдела развития и поддержки разработчиков. Я сегодня расскажу немножко про нативную разработку. Какие у нас есть особенности? Это, во-первых, механизмы безопасности WS-Avrora. Это подписание несколькими ключами пакетов. Собственный IP, собственный SDK, Silica, библиотека UI, написанная на QML. Специально для мобильной разработки. Также используются стандартные технологии, как Аврора. Да, из телефона подошло. Я поняла. Да ничего. Так как Аврора OS – это полноценный Linux, он по сексовместимый. Система пакетов используется RPM, как, например, в Fedora. Используется дебаз для межпроцессованного взаимодействия. Ну и в основе лежит фреймворк Qt. Это IDE, Qt Creator и библиотеки C++ и QML. И некоторые JS-овские. Из особенностей еще есть свой UI-ки для Авроры, который у нас расположен в Figma. Он для каждой версии OS свой. Он состоит из различного набора элементов, который помогает дизайнерам очень быстро создавать новые элементы, используя уже готовые какие-то прототипы. Он есть и для светлой, и для темной темы. И также там присутствуют различные рекомендации для верстки. Вот. С то, чего стоит начать вообще, в принципе, знакомство для разработки. Ну и с Авророй – это наш портал. Там присутствует вся документация, различные руководства. Также там можно выкачать различные инструменты разработки. И также там всегда есть актуальные новости. Какие новые версии вышли, какие, возможно, статьи интересные по разработке появились. И многое другое. Вот. Основной инструмент для разработки – это Аврора SDK. Как можно увидеть на картинке, у нас есть даже на стартовой странице вкладки с готовыми уже примерами. То есть, установив SDK, можно будет даже посмотреть, как эти примеры работают. Тут вот две вкладки, они переключаются здесь. Вот. В состав SDK, как раз для сборки этих примеров, входит Build Machine, эмулятор Авроры. И также можно добавлять различные устройства, которые работают на ОС Аврора. Также есть подписи, валидации пакетов и создание ключей для подписания этих пакетов. Ну и различные инструменты, которые в самом Qt Creator присутствуют. Вот. Так вот и выглядят эмуляторы. Вот. На четвертой слева и на пятой Авроре справа. Из особенностей было то, что на четвертой Авроре использовалась 32-битная архитектура, а на пятой мы перешли уже на 64-битную архитектуру. Вот. Основной редактор кода. В принципе, это Qt Creator. Вот. С некоторыми добавлениями. В самом Qt Creator у нас есть линтер-кода удобный. Вот. И автодополнение кода. Есть статический анализ кода. Вот. Конкретно картинки видно, что у меня, например, есть ошибка, и она будет помечена еще до момента сборки программы. Есть встроенная документация, как Qt-шная, так и наша, аурорская для наших классов и компонентов, которые мы предоставляем. И также отличительной особенностью самого креатора – это возможность открыть несколько проектов одновременно и переключаться между ними. Вот. Отладчик используется GDB. Вот. Кланговский пока что не используется, отладчик. Вот. Но из особенностей приятных – то, что можно отлаживать код и на C++, и на QML. Еще одним инструментом, очень классным для разработки, является QML LiveBench. Он позволяет на ходу изменять файлы QML, и чтобы они подхватывались. При этом программу не надо будет перезапускать и пересобирать. Вот. Следующим большим инструментом, который мы предоставляем, является Aurora Platform SDK. Он предоставляет возможность собирать наши пакеты через утилиту MB2. Также в нем можно устанавливать несколько различных таргетов. И также, как в обычном SDK, есть подпись пакетов, их валидация и создание ключей. Из плюсов в сравнении с обычным SDK – это очень гибкая возможность собирать сразу на несколько таргетов и переключаться между ними. Например, можно сразу же иметь таргеты для сбора под четвертую Aurora и под пятую. Из минусов в сравнении с SDK – это то, что все это придется делать в консоли вручную. Концепция Qt. Основной концепцией является абстракция GUI. У нас UI и UX ориентированы на платформу. То есть это приложение, собранное на Android и iOS, будет примерно иметь одну кодовую базу. Вот. И будет отличаться только какими-то нюансами. Также у нас есть общая бизнес-логика. То есть даже в случае, если помимо Android и iOS и Aurora будет приложение еще написано под десктоп, то общая бизнес-логика, написанная, скорее всего, на C++, у них будет тоже общая. Есть системы сигналов и слотов. Есть удобный способ отправки информации о событиях. Вот. Event System. Есть возможность отследовать значение свойств. Вот. Это все предоставляет еще после сборки мета-объектным компилятором, который, собственно, добавляет важную мета-информацию в исходный код, написанный на C++. Вот. Также в самом Qt есть контейнеры, например, из TL. Они используют уже готовые структуры данных. Все range-based. Используются итераторы наподобие Java или STL. Совместимые с алгоритмами STL. То есть, в принципе, если не хватает каких-то алгоритмов, которые встроены в сам Qt, можно использовать вполне себе STL. Работа с потоками есть, как и с низкоуровневыми Qt, так и высокоуровневой библиотекой QtConcurent. Вот. И это все будет потоками безопасно. И очень классное свойство этих контейнеров – это Implicit Sharing. Оно используется для того, чтобы максимизировать использование ресурсов и избежать необязательного копирования данных при передаче этих контейнеров в виде аргументов функции. И копирование этих данных будет происходить только в случае их изменения внутри этих самых функций. Справа можно увидеть, в принципе, небольшой список различных контейнеров, которые есть. Вот. Qt Quick. Отличительной особенностью разработки на Авроре и, в принципе, под мобильное устройство стало именно использование Qt Quick под это. Потому что в четвертой Qt использовались виджеты, они были не очень удобные и производительные. Вот. И вдобавок из минусов разработки на виджетах состоит в том, что уходит очень много времени, собственно, на создание такого UI и на его отладку. А сам Qt Quick, он использует язык QML, это язык разметки. Он декларативный, поддерживает ставки кода на JavaScript. Но единственное, надо учитывать, что JavaScript тут достаточно старой версии используется. Поэтому новомодные фишки, скорее всего, не заработают. Также доступны свойства объектов из плюс-плюса. Вот. Есть свой движок, который интерпретирует этот код. И, в принципе, сам Qt Quick предоставляет еще кучу различных компонентов для прототипирования каких-то элементов. Вот. На картинке можно увидеть, что, в принципе, сама библиотека Qt Quick, как и библиотека Siliq, которую предоставляет Aurora, имеет кучу своих компонентов в виде кнопок, всяких контролов и различных там поп-апов, например, или диалоговых окон. А, например, есть такие библиотеки, как Kirigami или Ubuntu Components. Вот. Они, в свою очередь, не имеют. И для этого используется стандартный вот QQSA-2. Это Qt Quick Controls библиотеки. Вот. Там она как раз предоставляет кнопки, различные лояуты, поп-апы и так далее. Вот. Собственно, в QML есть базовые элементы. Это Item, Rectangle, Image, Text, TextInput, TextEdit, Компоненты, MausArea. В принципе, комбинируя их, можно самостоятельно создавать различные компоненты. Например, компонент-кнопку можно создать, объединив Rectangle с MausArea. Вот. Библиотека же Siliq предоставляет еще в виде компонентов Siliqa Flickable. Основной компонент для создания UI-ных страниц на QML. Вот. Она используется в большинстве случаев. И также внутри нее можно использовать Siliqa GripView для расположения элементов по сетке. ListView, как списком. Вот. Также есть отдельный компонент WebView для отражения веб-контента. Про него чуть позже расскажет Евгений. И также предоставляется различные поп-апы и поп-тикеры. Специально адаптированные под OS Aurora. Вот. Самое необычное, это вот даже когда я переходил в QML, это верстка в нем. Потому что я также, как и многие, разрабатывал сначала на виджетах и привык к тому, что там есть свои лайауты, которые, собственно, в большинстве случаев используются для верстки. В QML их не было изначально. Вот. И там вместо этого используется система энчурсов. Так называемая система икорей. И она позволяет привязывать элементы к краям экрана, центрировать их относительно вертикали-горизонтали. Или выставлять свои отступы. Вот. Для того, чтобы как-то компоновать элементы, используются отдельные компоненты, как column и row. чтобы порядочить их в группы. И также в самой силике есть объекты тем, которые используются для того, чтобы брать какие-то стандартные значения в виде отступов, либо значения цветов. Все это, собственно, если возвращаясь немножко на слайды назад, я рассказывал на слайдах в UI-ките. Вот. Там все это предоставлено широкой мессии. Вот. Теперь, в принципе, на чем строится, собственно, хорошее приложение, написанное на C++ и QML в виде какой-то общей связки. Это модель Model View Control. Вот. В нем модель, собственно, отвечает за хранение, обработку данных. View отвечает за отображение, а контроллер — за управление и манипулирование между этими двумя элементами. Вот. View-часть, как правило, как раз пишется вся полностью на QML. В то время как модель как раз реализуется на C++. Вот. Тут простой пример класса, как можно использовать класс, написанный на C++ в коде, написанном на QML. Это один из способов. Он подходит, как правило, в тех случаях, если приложение небольшое, и сам контроллер, ну, не будет каким-то высоконагруженным или слишком жирным. Вот. И для этого нам требуется, во-первых, унаследовать наш класс от QObject, проставить в обязательном случае по macros QObject, иначе метакомпилятор класс не сможет обработать. И для того, чтобы использовать, например, функции, мы можем либо пометить функцию macros QInvocable, либо поместить его в публичный слот. И дальше, после того, как... Ну, и после этого, как у нас создастся свое view для QML, это вот уже на картинке справа, нам нужно будет пометить его как глобальным свойством. Создать и пометить его. Вот. И после этого можно будет его вызывать функция от этого класса. Вот. Есть... Но есть более предпочтительный способ. Это регистрация типов на C++. Здесь, на этом слайде предоставлены схемы. Вот. В каких случаях, какой тип регистрации выбирать, их существует пять. Вот. Вот. Я, в принципе, на своей практике в большинстве случаев использовал QML Register Type. Это третий, посередине. И была пара случаев, когда нужно было QML Register Single Tone Instance использовать. Вот. Остальные используются крайне реже, но тоже бывают иногда случаи, когда они необходимы. Пример объекта на C++, как я уже говорил ранее, он должен быть унаследован от QObject. Должен присутствовать макрос QObject. Также здесь вот еще дополнительно добавляется свойство. Вот. С getter и setter функцией и сигналом, который будет отслеживать изменения, собственно, нашей переменной. Вот. И для них, собственно, сначала просто объявляются функции в макросе QProperty. Вот. Дальше их нужно явно объявить уже в самом классе и определить уже потом в исходнике. Ну, или здесь, например. Вот. Также вот пример простой страницы, написанной на QML. Вот. Как видно, здесь присутствует именно что декларативный подход. То есть у нас имеются вложенные элементы внутрь. Используется компонент Silica Flickable. Для него, как можно увидеть, из темы выделены горизонтальный отступ слева и справа. Поэтому элементы у нас, например, не приклеены к краям. Вот. Также упорядочение элементов лейбла Rectangle есть колонку. Вот. И, например, Rectangle, используя систему Ycari, мы берем и привязываем к правому краю с помощью свойства InterseWrite. Из дополнительного могу посоветовать курс по разработке приложений для OS Aurora. Который у нас есть на стейпике. Он бесплатный и достаточно подробный. Особенно, если вы только начинаете разрабатывать новые OS Aurora. Думаю, все. Спасибо. Тест. Меня слышно? Да. Ура. Я победил этот компьютер. Хорошо. Тогда я готов продолжить или начать. Смотря с какой стороны посмотреть. Итого, давайте начнем или продолжим. А для чего, собственно, у нас сама Aurora разработана и существует? Давайте посмотрим на это в целом. Сейчас пробежимся по основным пунктам. Будет небольшая историческая справка. Будет обзор операционной системы вкратце. Мы немножко затронем архитектуру и экосистему. Про разработку программного обеспечения Андрей уже доложил. Вот. Поэтому мы эту часть пропустим. Немножко об истории операционной системы Aurora. Все началось в 2007 году, когда появились проекты Miama и Moblin. Достаточно быстро Intel и Nokia скооперировались и сформировали мобильную операционную систему MiGo. Но, к сожалению, ее ждал крах. И это направление было закрыто. Но от него формнулось направление Sailfish OS. И образовалось некое open-source сообщество под названием YOLO. В 2016 году появилась открытая мобильная платформа. И первые версии операционной системы назывались Sailfish Mobile OS RUS. Дальше последовали события, соответственно, приобретения исходных кодов и формирование уже финального названия операционной системы Aurora. Сейчас мы являемся дочерней компанией Ростелекома. То есть Ростелеком приобрел открытые мобильные платформы. Пойдем дальше. Давайте поговорим немножко про открытую мобильную платформу. Кто мы? Какая наша география? Чем мы, собственно, занимаемся? Наши офисы расположены в четырех городах. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Наполис. Планируем открывать направление в Сибири. Соответственно, как я уже сказал раньше, мы дочерняя компания PowerOS Telecom. И мы разрабатываем операционную систему на всех уровнях ее существования. Начиная от Hardware, Adaptation Layer. То есть мы непосредственно разрабатываем части ядра Linux. Непосредственно работаем с адаптацией аппаратных устройств. То есть мобильный телефон состоит из большого количества аппаратных модулей. Каждый раз они в мобильном телефоне новые. То есть экран новый, процессор новый и так далее. Соответственно, количество датчиков тоже другое. Это все работа по части с ядром Linux и так далее. Мы еще чуть позже затронем эту тему более подробно. Также мы работаем с общеобразовательными программами. То есть мы создаем курсы и мы, соответственно, ведем образовательную активность в разных вузах нашей страны. Давайте поговорим о чем, собственно, операционная система Aurora и как она живет в корпоративной среде. Корпоративная среда состоит из нескольких частей. Это из мобильного устройства и корпоративной сети. Для того, чтобы сформировать корпоративную мобильность, нам необходимо в корпоративной сети развернуть Aurora Center и Aurora Market. И, конечно, в корпоративной сети нужно организовать какое-то защищенное соединение, там VPN или еще какое-то. Все это в совокупности формирует корпоративную мобильную среду. Здесь вкратце подсвечено на этом слайде, что необходим флот устройств на OS Aurora, ну и размещение сервиса. Aurora Center и Aurora Market для операционной системы Aurora идет бесплатно, как говорится, в комплекте для юридических лиц. Через Aurora Center можно управлять флотом устройств, то есть это удаленное управление, обновление, администрирование устройств. А Aurora Market позволит вам иметь собственный маркет внутри вашей корпоративной сети, в которую вы положите свое собственное приложение или несколько приложений, собранных с партнеров. Все это может существовать в вашей корпоративной сети, которая не имеет каких-то там выходов на какие-то там другие сервера или еще что-то. В этом одна из больших ценностей операционной системы Aurora. Рассмотрим кейсы, где применяются такие технологии. Такие технологии применяются в полевых устройствах. Например, устройство для РЖД. Путевой обходчик, который производит инвентаризацию, соответственно, перемещается от одного оборудования к другому, заполняя некий документооборот или еще что-то, подключенное к корпоративному серверу учета, допустим, каких-то механизмов или не знаю, чего там еще у нас в РЖД есть. Есть направление офисного устройства. Что такое направление офисного устройства? Офисное устройство, в отличие от полевого устройства, находится уже непосредственно всегда с работником. Всем известен кейс, когда работник приходит на работу и первым делом подключает кучу каналов, мессенджеры, почту на свой мобильный телефон. Корпоративная операционная система Aurora решает эту проблему, разделяя, соответственно, домашнее пространство и корпоративное, где на корпоративном устройстве с операционной системой Aurora располагаются мессенджеры, корпоративная почта, корпоративная закрытая сеть и так далее. То есть вся переписка, звонки ведутся на корпоративном устройстве, что предотвращает, собственно, утечку и компрометацию корпоративных данных. В случае с расположением того же самого на мобильном устройстве с стандартными операционными системами, такими как iOS, Android, достаточно установить неправильное приложение погоды, и вся ваша информация утечет, соответственно, на чужие сервера. Мы немножко поговорили про конкретные применения операционной системы Aurora. На этом слайде подсвечено в целом, из чего состоит экосистема. Экосистема состоит из операционной системы, из большого количества приложений, которые разработаны нашими партнерами. То есть у нас уже в портфеле более 100 партнеров, с которыми мы работаем. У нас уже пятое поколение операционной системы. Естественно, зрелая операционная система, она не может быть без своего SDK. У нас есть свой SDK, который позволяет разрабатывать мобильные приложения для операционной системы Aurora. Модельный ряд у нас плюс-минус 10 устройств. Почему плюс-минус? Потому что с выходом каждой новой операционной системы появляются новые устройства, а старые устройства, соответственно, потихонечку снимаются с поддержки. Посмотрим немного на примеры реализованных проектов. Про РЖД я уже вкратце обозначил. Про Ростелеком это понятно, потому что мы являемся дочерним предприятием. Интересный кейс – это перепись населения всероссийское. В этот момент использовалось более 300 тысяч планшетов переписных. То есть это порядка трети миллиона устройств, работающих одновременно, были подключены в наш Aurora Center. Онлайн находилось порядка 200 тысяч устройств всегда. Это связано с географией. Как начать работать с операционной системой Aurora? У нас есть программа бета-тестирования, которую может подать заявку каждый и принять участие в разработке операционной системы путем тестирования тех или иных новых фич, которые мы разрабатываем. Также нередки случаи, когда бета-тестеры предлагают какие-то решения или какую-то информацию, и мы ее тоже используем. Соответственно, программа бета-тестирования развернута на всей территории Российской Федерации. Сейчас мы собираемся зайти во все города-миллионники. У нас на 2024 год примерно такой план по программе бета-тестирования. В розничной продаже появилось мобильное устройство в прошлом году, в конце. К сожалению, устройства сейчас распроданы. Я недавно заходил на сайт. Ну, вот такая ориентировочная стоимость. Понятно, что это определенный сегмент. Здесь стоит четвертое поколение операционной системы Аврора. Сейчас, собственно, разрабатывается и планируется к выходу пятая версия. Про архитектуру безопасности UI, UX и устройства мы уже слышали от Андрея. Предлагаю перейти к следующему докладу. Женя. Да, слышно меня. Слышно, слышно. Да, отлично слышно. Отлично. Я расскажу про то, что начинал Андрей. Меня зовут Александр Евгений. Я инженер-разработчик отдела развития и поддержки разработчиков. Расскажу я про один из видов вьюшек, которые предоставляются для разработчиков для взаимодействия с конечным пользователем. Для начала хотелось бы поговорить про мотивацию развития именно WebView как такового внутри компании и поддержание его на достойном уровне. Первое, конечно, расширение экосистемы приложений под операционную систему Aurora, так как наличие приложений сейчас ограничено, нативных. Расширение парка и поддержки приложений – это всегда очень важный пункт для молодой, развивающейся операционной системы. Плюс это привлечение веб-программистов к разработке, которые занимают обширную часть рынка на сегодняшний день. Ну и, конечно же, упрощение перехода с остальных операционных систем на операционную систему Aurora. Приведу некоторые примеры приложений, реализованных при помощи WebView. Это навигаторы, какие-то банки могут быть, либо операторы сотовой связи. И даже какие-то веб-игрушки. Поговорим о подходах к созданию WebView-приложений. Сейчас на операционной системе Aurora реализованы и могут быть использованы три основных подхода для реализации приложений. Это нативные приложения, про которые рассказывал Андрей. Он представляет себя непосредственно контейнер приложения и нативный код. Приложения, которые включают в себя WebView, внутри которого крутится некий JS-код, либо веб-сайт, и взаимодействующий с нативным кодом непосредственного приложения. И веб-приложения. Это приложение, которое крутится внутри вкладки браузера, соответственно, здесь может быть не одна вкладка, а несколько вкладок, соответственно, несколько запущенных веб-приложений. Поговорим мы сейчас про гибридные приложения, так как про нативные уже было рассказано ранее. Женя, по-моему, шарик отвалился. У тебя шарик не отвалился, у всех видят это. Видимо, отвалился. Видно? Женя, экран не видно. Отвалился, да. Да, все видно. Видно. А на каком слайде валилось? Я так не знаю, на предыдущем. Это было видно, да? Да. Окей, тогда немного пропустили. Так, собственно, гибридные приложения. Так, выделяют, ну, три типа гибридных приложений. Это обертка веб-сайта, тип, когда графический интерфейс пользователя разработан на каком-то из фреймворков JRJS, типа React, и когда бизнес-логика самого приложения разработана на JS, а графический интерфейс непосредственно на нативных инструментах Aurora. Так, подробнее посмотрим про веб-обертки веб-сайтов. Чаще всего это используется для запуска уже каких-то готовых сервисов, к примеру, доставки, мессенджеров или каких-либо игрушек. Преимущество этого подхода заключается в дешевизне перехода от уже действующего готового разработанного решения на платформу операционной системы Aurora. Также Aurora позволяет это представлять как отдельное приложение со своей иконкой и запуском, а не как вкладка браузера. К недостаткам можно здесь отнести отсутствие доступа непосредственно к самому API операционной системы Aurora, таким как NFC, считывание меток, работа с камерой и тому подобное. Ну и конечно же это зависимость от сети, так как мы говорим про приложения, работающие непосредственно как сайт. Примеры некоторых веб-оберток это DevPortal, ссылки на репозиторию в GitLab представлены на экране по QR-кодам, упрощенная версия браузера и R7 Office. Следующий тип это когда графический интерфейс у нас разработан непосредственно в каком-либо из фреймворки, например React, вот на этой схемке это отображено, а сама бизнес-логика реализована уже в кутику и малуслое. Это имеет свои преимущества, ну и соответственно недостатки. Одно из ключевых преимуществ это взаимодействие с API операционной системой Aurora. Привлечение веб-фронтов разработчиков к разработке, то есть это переиспользование уже имеющегося опыта и переиспользование уже имеющихся наработок. Вот по этому QR-коду можно посмотреть на GitLab пример уже готового реализованного приложения с использованием фреймворка React и бэком на кути с C++ с использованием всех API Aurora, таких как сториджи, хранение и передача темы и цветов. К недостаткам можно отнести производительность работы, то что так как происходит большая и пересылка, и вызов данных функций, это накладывает свои отпечатки на производительность и скорость обработки данных. Ну и графический интерфейс не совместим со стилем самой операционной системы. Следующий тип это WebView для бизнес-логики. Собственно, непосредственно, когда сама логика у нас реализована внутри JS и WebView, а отображение реализовано на QML и использует все его возможности и преимущества. То есть здесь можно отнести такое преимущество, как подтягивание стилей непосредственно самой операционной системы и смена стилей в случае замены во всем окружении операционной системы, возможность вызова нативного API, так как мы все еще продолжаем работать внутри QML. К недостаткам можно отнести, конечно же, что придется все-таки изучать QML как таковой и средства разработки под Aurora. На этом слайде представлены ограничения, которые сейчас присущи WebView, так как WebView это не что иное, как просто обертка API над каким-то движком браузера. В настоящий момент у нас используется 78-я версия GECO. То все ограничения, присущие 78-й версии движка, также сейчас присутствуют непосредственно в WebView. Еще отсутствие поддержки Web-уведомлений и отправки пушей и запрет на открытие новых страниц из самого WebView. Также полезные ссылки для ознакомления непосредственно на GitLab и на документацию по WebView на портале разработчиков. У меня на этом все. Уважаемые зрители, у кого-нибудь есть вопросы у нас с спикером? Можете повторить, что такое Aurora Market? Уважаемые зрители, у кого-нибудь есть вопросы с спикером? Aurora Market – это магазин приложений, который разворачивается в корпоративной среде. То есть вот есть, допустим, у вас локальная вычислительная сеть, в которой вы ставите ваш Aurora Market, который доступен только вашему парку устройств. Сейчас для физических лиц планируется выход Рустора в ближайшее время. Следите за новостями. Спасибо. Также новый вопрос про WebView и нельзя ли вы поменять на URL? Евгений, это к вам вопрос больше. Да, это вопрос ко мне, но URL в WebView как раз и есть. Он, собственно, это и делает. По заданному URL он отображает непосредственно, парсит всю страницу с движком браузера и отображает ее внутри себя. То есть по факту это прямое взаимодействие с страницей браузера. То есть страница браузера должна быть адаптирована под мобильную версию. Так, сохраняется состояние при перевороте устройства. Перепревороте имеется в виду из Landscape в Portal. Да, то есть непосредственно сама WebView крутится, так как она расположена внутри страницы QML. Все эти датчики ориентейшн ей доступны. Есть еще вопрос. Какая альтернатива, если Q отзовут лицензию? Значит, у нас сейчас есть направление Flutter, которое мы сегодня не рассказывали, но оно есть. Соответственно, вы можете начать разрабатывать приложение на Flutter прямо сейчас. На GitLab есть ресурсы, соответственно, помогающие стартануть. То есть есть там пример приложения, есть, собственно, небольшой how-to, как начать. Есть список модулей и модули сами, которые уже портированы на Aurora. И можно уже работать со Flutter в эмуляторе. То есть вы можете сейчас разрабатывать приложение на Flutter. Коммерческие приложения на Flutter тоже есть. Компания «Энергогарант» портировала свое приложение, разработанное на Flutter, на Aurora. Портирование с Flutter на Aurora, ну, как бы портирование Flutter, Flutter-приложения на Aurora происходит достаточно просто, если по плагинам вы совпадаете. То есть плагины, используемые на Android или iOS, такие же, как сейчас портированы на операционную систему Aurora. Если плагина нет, вы можете сами принять участие в портировании плагина и, соответственно, закоммитить свой собственный порт плагина на GitLab.com наш. Соответственно, Flutter сейчас у нас в режиме open-source проекта. Ну, собственно, в таком же состоянии, как и на Android. То есть его поддерживает комьюнити, ну, а мы помогаем, соответственно. Если у вас будет желание портировать несколько там модулей или разработать какое-то приложение на Flutter для Aurora, то welcome. Также хотел добавить, что, в принципе, насчет лицензии у нас используется пока что не последняя версия Qt, а используется 5.6.3. И там лицензия более мягкая, и надеемся, что, ну, уж так глубоко и вот компания, сообщество уже не будет эти лицензии отбирать. И вон там ссылка в чате появилась по Flutter. Продолжение следует... Продолжение следует...